Время новостей на канале 24KZ. С вами Арстан Балтин и Виктория Антонишина. Здравствуйте. До 50 человек выросло число жертв взрыва в турецком Газиантепе. Ранее сообщалось о 30 погибших и 94 пострадавших. Напомню, инцидент произошел накануне во время свадьбы, когда участники торжества шли по городским улицам. Атаку совершила смертница. Президент Турции Реджеп Тейпердаган заявил, что за терактом стоит Тегил. Экстремисты пока о своей причастности к взрыву не заявляли. Добавлю, в Газиантепе в основном живут курды. Южнее города, на территории Сирии, в последнее время идут ожесточенные бои между курдскими отрядами и Тегил. МИД Казахстана выступил с обращением по поводу трагедии, произошедшей в Турции. В ведомстве подчеркнули, что решительно осуждают террористический акт, приведший к десяткам человеческих жертв. Цитирую. Особое возмущение вызывает цинизм, с которым преступники в качестве мишени избрали участников светлого торжества бракосочетания. Передаем наши искренние соболезнования братскому турецкому народу, родным и близким погибших. Желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим. Также в министерстве подчеркнули, что Казахстан поддерживает мировое сообщество в борьбе с терроризмом и призывает к дальнейшему укреплению международного сотрудничества и координации усилий в этой сфере. Президент Филиппин Родриго Дутерто пригрозил выходом страны из ООН. Заявление стало ответом на многочисленную критику в излишней жестокости в ходе полицейских рейдов. По данным экспертов по правам человека, с начала кампании по борьбе с наркотрафиком в мае без суда были убиты около 900 человек. Дутерто ответил, что смерти не связаны с действиями полиции. Он публично раскритиковал ООН, обвинив ее в неспособности справиться с терроризмом и голодом. Кроме того, филиппинский лидер заявил о возможности создания альтернативной международной организации, куда бы он пригласил Китай и страны Африки. Отмечу, с самого начала своего президентства Дутерто выступает за полномасштабную войну с наркозависимыми людьми и распространителями наркотиков. Очередной скандал, связанный с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В своем выступлении в штате Мичиган миллиардер заявил, что афроамериканцы живут в нищете, учатся в ужасных школах и не имеют рабочих мест. И с вопросом, что вам терять, он призвал темнокожее население страны отдать за него свои голоса на предстоящих президентских выборах. Афроамериканскую общественность возмутили эти высказывания, многие назвали их бестактными. А его оппонент Хилари Клинтон заявила, что фразы кандидата от республиканцев потрясают своим невежеством. Отмечу, по последним опросам она опережает Трампа. 33 объекта образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры по государственной программе «Дорожная карта занятости-2020» отремонтируют в Акмолинской области. Среди них крупные учебные заведения и небольшие медицинские пункты. Одна из врачебных амбулаторий находится в Сандыктауском районе. В ее обновление вложено 15 миллионов тенге. Врачебная амбулатория в селе Сандыктау обслуживает три населенных пункта. Здание с 30-летней историей в летние дни капитально обновляется. По программе «Дорожная карта занятости-2020» в ремонт вложены 15 миллионов тенге. Благодаря государственной поддержке здесь трудоустроили 10 местных жителей. Я очень рада, что дома не сижу, работаю. Время проходит здесь, то, что и общение, и работа, и деньги платят, зарплату платят. Поэтому, если будет еще предоставлять работу, то отказываться не буду. Жители довольны работой нового врача амбулатории Даурена Алпыспекова. Год назад он приехал по программе с дипломом в село. Молодого специалиста поддержали, предоставили жилье. Сегодня Даурен делится. Переживал перед приездом, справится ли на ответственном участке. Теперь страхи позади. Впереди много работы. Поддержка есть, зарплата нормальная, люди хорошие. Главное, не надо молодежи бояться. Надо ехать в село и уже, как сказать, практику набирать в селе. Когда сам один будешь в таком моменте, решаешь сам, все делаешь сам. Поэтому молодежи советую, что не надо бояться. Приезжайте в село, отрабатывайте. Ремонт полностью делают под евро. Воду подводят, туалет будет, тепло будет. Ну все, короче, будет замечательно. Живи и радуйся. Обновленная после капитального ремонта амбулатория примет пациентов уже 1 сентября. В целом же по области по программе дорожная карта занятостей 2020 в этом году выделено почти 4 миллиарда тенге. На них отремонтируют 33 объекта образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры. Сауле Кусейнова, Анатолий Полянный, Акмолинская область, 24 КИЗ. В Кустанае участковый инспектор спас молодого человека, пытавшегося покончить жизнь самоубийством. 24-летний парень залез на крышу многоэтажного дома и в отчаянии решил сброситься вниз. Страж порядка Азамат Шерейзданов кинулся на помощь и удержал его на лету. Наш корреспондент в регионе разыскал отважного полицейского. На крыше этого здания могло случиться непоправимое. Поздно вечером именно отсюда попытался спрыгнуть 24-летний парень. Избежать роковой ошибки удалось только благодаря этому человеку. Скромный участковый Азамат Шерейзданов смог быстро проанализировать ситуацию и принять верное решение. Азамат быстро отыскал родственника того, чья жизнь была на волоске. Оказалось, на край крыши молодой человек пришел из-за несчастной любви. Почти полчаса его пытались уговорить, не делать отчаянного поступка. Он выпрыгнул, его поймал родственник за руку. И он кричит мне, помоги, так как не мог его удержать, а он пытался спрыгнуть. После себя подбежал, прыгнул и успел его сходить за руки в последний момент, чтобы он не упал. Молодой человек остался жив. Сейчас с ним работают психологи. Они помогают справиться с пережитым. За кадром семья, которая могла потерять близкого человека, призналась, что теперь всю жизнь будет благодарна Азамату. Мы же сотрудники полиции, мы как психологи. Также просто не каждый, получается, собралось много народу, но не каждый полезет наверх, не каждый возьмет ответственность на себя. Так как сотрудник полиции, я все равно должен предпринять какие-то возможности его уговорить. Азамат Шириизданов – ровесник независимости Казахстана. Ему 25 лет, два года, как работает участковым инспектором. За это время доказал напарникам, что с ним можно идти в разведку. Азамат я знаю как доброго, отзывчивого человека, вместе с ним учился, закончил учебный центр в городе Павлодар в 2014 году. Это квалифицированный сотрудник, знаю его только с положительной стороны. В маленьком микрорайоне, закрепленном за Азаматом, живет более 30 тысяч человек. Сотрудник полиции гордо признается, он в ответе за их спокойствие. Катерина Попкова, Аблай Мауданов, Ермек Мухамедьяров, Кустанай, 24КЗ. Бронзовыми призерами вернулись казахстанские школьники с Международной олимпиады по математике. В одном из самых престижных интеллектуальных состязаний АМС, прошедшем на этот раз в Таиланде, приняли участие 16 учащихся из нашей страны. Они смогли обойти соперников из стран Центральной Азии, Южной и Северной Америки. Все участники усиленного готовились к конкурсу в течение года и прошли жесткий отбор. Теперь в планах многих стать обладателями золотых медалей на олимпиаде в следующем году. Это самая крупная мировая олимпиада для среднего звена. То есть дети здесь участвуют в возрасте до 13,5 лет. На следующий год будет эта олимпиада в Индии. Мы будем весь год готовиться к ней. Более тысячи детей по всей стране готовятся к этой олимпиаде и проходят отборочные туры. Надеемся, в следующем году мы все-таки добьемся серебряных и золотых медалей. Мне было достаточно-таки сложно. Временами я даже не верила, что я возьму какое-то место. В олимпиадах я начала участвовать с третьего класса. Но это моя первая международная олимпиада. Мне интересно заниматься математикой, решать задачи. Особенно интересно, когда все получается.